Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и это срочное включение. Я прямо сейчас лечу над пустотой на вертолёте, и у меня вот-вот закончится топливо. Я заблудился, я не знаю, где здесь большая земля, чтобы приземлиться. Я просто лечу вперёд, а впереди только пустота. Блин, нафига я вообще сюда попёрся? Так, набираем высоту, набираем высоту, мы не должны падать. Обратите внимание на мой инвентарь, у меня осталось всего лишь 30 угля. Ребята, этого хватит на где-то 30 секунд полёта. Надо было не фигнёй какой-то заниматься, а летать просто над деревней. Зачем я решил полетать над пустотой? Я думал, ну блин, там красиво, всё такое синее-голубое. Полетаю, полюбуюсь, ага, теперь у меня заканчивается топливо, я не знаю, куда мне сесть. Топливо осталось где-то на 19 секунд полёта, а я не вижу вообще ни единого блока, чтобы приземлиться. Пожалуйста, любой клочок земли, мне не важно какой, не знаю, какой-нибудь островок, или, или не знаю, что угодно, да даже горы, я попробую сесть на горы. Главное, чтобы всё было хорошо. Так, у меня ещё на 14 секунд полёта есть, всё нормально, всё будет хорошо. Хорошо, ребята, просто летим прямо, нам главное хоть что-то найти. Тихо, подождите, я что-то вижу впереди, я что-то вижу впереди. Так, тихо, мы набираем с вами высоту, мы должны набрать высоту. Что это такое? Просто какой-то непонятный столб. Так, мы должны совершить посадку туда, давайте, давайте, подлетаем, подлетаем, быстрее. Так, у меня осталось 5 угля, давайте, ребята, давайте, всё должно быть хорошо. Мы просто подлетаем туда и садимся. Три угля, три угля, этого очень мало. Два угля, давай, давай, остался последний уголь, давайте, всё. Я набрал, набрал, теперь просто спрыгиваем, еееет. Чёрт, где я? Просыпайся, уже, просыпайся. О, ты кто такой? А ну отойди от меня, отойди от меня. Что ты на меня надел, что ты на меня напялил такое? Тихо, спокойно, спокойно, ты цел, всё нормально, всё хорошо. Что, где я, где я вообще нахожусь? Что это за постройка такая, дай-ка я выйду. На секундочку, где я? Ты находишься на самом опасном чарке в Майнкрафте. Что? Но, но, но как? Погодите, не-не-не, мой вертолёт, он что, сломан? Да, твой вертолёт совершил крушение здесь. Я очень сильно напугался, когда услышал звук вертолёта, потому что здесь никто не летает. Здесь запретная зона. Запретная зона? А что вообще за зона такая? Почему всё зелёное, жёлтое, какое-то непонятное? И, кстати говоря, что за костюм на мне дурацкий? Дай-ка я его сниму. Надень его срочно за, здесь очень опасно находиться без костюма. Когда я увидел, что ты спрыгнул с вертолёта, я сразу же первым делом надел на тебя костюм, а потом начал проверять, жив ты или нет. А что с этим местом не так? Что тут творится? Это самый опасный и самый заражённый чарк в Майнкрафте. Он кишит токсичными водами, а также здесь очень много радиации и кислоты. О, господи, а что ты здесь делаешь вообще? Меня отправили сюда, чтобы я контролировал его. Офигеть, я не мог найти другого места, чтобы совершить крушение, уж лучше в бездну. Не говори глупости, твой вертолёт можно починить, и ты улетишь отсюда, всё будет нормально. О, правда? А как мне улететь с этого самого опасного чарка в Майнкрафте? Я не хочу тут больше находиться. О, чтобы починить твой вертолёт и добыть для него топливо, потребуется время. К сожалению, у меня его нету, потому что я занят здесь делами. Ну, пожалуйста, я не разбираюсь вот этим вот во всём. Можешь, пожалуйста, починить мой вертолёт, я выполню всё, что ты скажешь. Ну да, тут действительно есть чем заняться, например, я уже который день хочу построить теплицу, прямо на огородах. Правда, там сейчас ничего не растёт, потому что тут очень опасно, тут даже растения не выживают. О, так давай я это сделаю, я на большой земле фермером работаю, у меня получится. О, правда? Потому что я фермерском деле вообще не разбираюсь. Да, ты занимаешься моим вертолётом и топливом, а я сделаю тебе теплицу. Ох, как мне повезло с тобой, всё, держи все предметы для того, чтобы построить теплицу. И помни, что там должна быть двойная дверь, потому что воздух здесь тоже заражён. Всё, я тебя понял, давай, пожалуйста, разберись с моим вертолётом. Так, ребята, ну тут огороды действительно себя очень плохо чувствуют. Так, первым делом, наверное, что я сделаю, это уберу вот эту вот токсичную жидкость. Так, убираем, 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 убираем. Чёрт, там тоже почва заражена. По-хорошему бы её сломать и заменить на землю. Вроде тут всё выполнило, теперь нужно ещё вот эту вот гадость убрать, я не знаю, что это такое. Так, теперь нужно раздить воду. Эй, а чё ты мне одно ведро дал? Одного ведра мало? Не, подождите, тут всё нормально, он всё предусмотрел и дал мне намного больше ведер. Ну ладно, хорошо, погнали, всё будем разливать. Последняя ведёрка сюда. Да, отлично, вот эту вот жидкость вообще не трогаем, она реально очень опасная. Перед тем, как что-либо вспахивать, что-либо строить, нам нужно сделать теплицу. Потому что, опять-таки, тут всё заражено и лучше всё сначала перекрыть. Вот что у нас с вами получается, в принципе, теплица будет невысокая, но это всё на самом деле не важно. Нам нужно больше стекла, ещё я придумал систему вентиляции. Эй, мне нужно больше стекла и есть у тебя какие-нибудь воздуховоды, что-то типа этого? Да, конечно, вот, держи, только помни, что нужно сделать двойной выход. Да-да, я про это всё помню, отлично, поднимаемся на крышу нашей теплицы и до конца её доделываем. Теперь вентиляция, где она будет располагаться? Ребята, всё очень просто, она будет располагаться где-нибудь вот здесь. Вот, смотрите, это самый лучший вариант, отлично. И потом в самом конце, чтобы воздух циркулировал внутри. И с этой стороны мы делаем то же самое. Всё, теперь воздух там внутри циркулирует. Тут листу мне придётся подрезать, если это вообще листва так. Лучше к ней не прикасаться, давайте её выбросим. И делаем тут двойной выход, это тоже обязательное условие. Первая дверь более защищённая, вторая уже такая буферная. Он мне ещё дал светокамень, но, если честно, светокамень не очень. Как бы лучше бы я использовал факела, но раз их нет, поэтому давайте поставим сюда два светокамня. В принципе, этого будет достаточно. Ну всё, теперь всё спахиваем. Моя любимая часть, ребята, засаживаем пшеничку, а потом переходим к моркошке. Эх, всё, готово, какая красота, теперь житель будет здесь кушать. Так, давайте теперь выбираться отсюда, двери мы с вами закрываем, побежали. Эй, житель, как дела с моим вертолётом? Ты его достал? Да, я его достал, он практически не пострадал, но в починке нуждается, сейчас буду чинить. Отлично, спасибо тебе большое, всё, я выполнил твоё задание, я сделаю тебе теплицу. Ой, спасибо тебе большое, теперь хотя бы покушаю нормальную еду, а то я устал уже из тюбиков кушать. Ого, у вас тут даже еда защищена таким образом, ничего себе. Да, после того, как починю твой вертолёт, обязательно поем, но до починку нужно где-то ещё часик. Ого, часик, слушай, может у тебя ещё есть какие-то задания, я хочу тебе помочь за то, что ты мне помогаешь. Есть одна задача, но я боюсь, она тебя не под силу, поэтому лучше подождать под богу. Чё, чё за задача такая? Мне любая задача по силам, давай показывай. В общем, на дне этого чанка живёт опасный монстр, который время от времени запускает реактор, он отравляет этот чанк, именно поэтому он опасен. Что, что ты только что сказал? Ты сейчас серьёзно? А где, внизу типа? Да, его, конечно, можно победить, но шансы очень маленькие. Погоди, а у тебя есть какие-то пушки для этого? К сожалению, это всё, что у меня есть. Вот такой меч, яблоки, они дают силу, правда, они очень долго лежали на поверхности, поэтому позеленели. Воу, ну а чё остаётся делать? Ладно, я его выиграю, у меня всё будет хорошо, ты за меня не переживай, главное вертолёт почини. Поверь мне, я переживать буду. Не волнуйся, сейчас я раскатаю этого монстра, всё будет хорошо. Хотя, ребята, если честно, чё-то я как-то слишком уверен в себе. Я даже не знаю, чё за монстр, а если он в три раза выше меня, он же меня снесёт. Может отказаться, хотя, блин, я уже согласился, как-то неудобно. Ладно, пофиг, хорошо, копаем сейчас с вами вниз, идём вниз, и там где-то сидит этот монстр. Давайте будем копаться прямо отсюда. Вот, я уже дошёл до камня, капец, ребята, смотрите, если честно, он мне напоминает сыр, но это, естественно, не сыр. Это просто какая-то заражённая порода, какой-то заражённый камень, поэтому давайте уже быстренько закончим это задание и вернёмся назад. Давайте вообще поглядим, насколько вниз я прокопался. О, я уже под радиоактивным знаком. Отлично, отлично, осталось совсем немного. Так, ребят, я уже рядом. Я вижу тут какой-то вход, походу этот монстр, который запускает радиоактивный реактор, находится именно там. Так, давайте, мы уже на подходе. Вот тут вот прокапываем себе проход и погнали. Едим яблочко. Я надеюсь, он не сразу на меня нападёт. Тихо. Вот он, и погнали, погнали, всё, бьём его. Во, он меня тоже дамажит, какой-то он мощный. Он меня прям очень сильно откидывает. Тихо, отходим назад, отходим. Чё, он какой злой, давайте, давайте, мы должны его победить, ура! Отлично, мы его победили. Это было, кстати говоря, вообще несложно. А вот как отключить реактор, у меня большие вопросы. Тут слишком много всяких крутилок нажималок, куда мне жмать, ребята, я не понимаю. Смотрите, тут у нас есть щиток. Ну-ка, а если я на него нажму, так, смотрите, я всё лишнее уберу. Опа, что-то отрубил или не отрубил, я не знаю. Вроде пока что ещё работает. Так, хорошо, давайте вот тут ещё отрубим. Отлично, и вот тут всё или не всё? Ребят, ну он до сих пор шумит. Тут осталась одна кнопка, может её нажать? Ну давайте попробуем, короче, на счёт три. Раз, два и три! Всё, поехали! И, и, что это был за звук? Что это был за звук? Смотрите, ребята, зелёная лампочка потухла, красная загорелась! Мы с вами отключили, мы отключили этот реактор, ура! Теперь этот Чанг будет чище, и всё будет хорошо. Смотрите, он начал восстанавливаться! Камень больше не жёлтый, он становится обычным! Подождите, может тут уже безопасно? Может я могу ходить без костюма? Давайте я сниму его! Не-не-не-не! Назад, 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 назад! Всё, не, я его, пожалуй, больше снимать не буду. Теперь мы отключили этот реактор, который загрязняет Чанг. Мы победили этого моба, и теперь можем подниматься наверх к жителю. Я надеюсь, что он уже починил мой вертолёт, и я смогу улететь отсюда. Фух, наконец-то, как же долго подниматься по этому Чангу? Просто невозможно! Воу! Воу, а что здесь происходит? А вот, я так понимаю, ты остановил реактор и победил этого монстра, потому что начала появляться трава и листва! Ура! Чанг оживает, он больше не будет самым опасным! Да, наконец-то загрязнение этого Чанга остановилось, но костюмы лучше не снимать! А верь мне это, я уже знаю! Но это ещё не всё, мне осталось расчистить территорию, немного здесь прибраться, чтобы Чанг восстанавливался ещё быстрее! Тебе нужна в этом помощь? И так мне очень сильно помог, я уже сам с этим справлюсь. Кстати, твой вертолёт готов и заправлен. Погоди, как заправлен? Он же от угля летает! Так, я же инженер, я переконструировал его, теперь он летает на ураново в дублине и может летать хоть тысячу лет! Ого, ничего себе! Ты реально профессионал своего дела! Спасибо тебе большое за это, теперь я смогу долететь до деревни номер 13! Тебе спасибо, ты почистил Чанг! Ну что ж, пришло время улетать с этого Чанга. Ребята, сегодня мы с вами попали на самый опасный Чанг в Майнкрафте. И благодаря нам он начал заново восстанавливаться. Смотрите, тут выросла трава, тут выросла листва. Давайте вместе будем внимательнее относиться к природе. Ребята, а с вами я прощаюсь, я полетел в деревню номер 13. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok